С 1 октября в Украине началась осенняя призывная кампания. Согласно указу президента, она продлена на месяц и будет проходить на протяжении октября, ноября и декабря. Достигнув 18-летнего возраста, юноши, годные по состоянию здоровья, считаются призывниками. Но есть такое понятие, как отправка войска на службу, которая начинается с достижения призывников 20-летнего возраста. В порядке исключения, по его собственному желанию, возраст отправки войска может быть снижен до 19 и даже до 18 лет. Ни один солдат, призванный на срочную службу, не привлекается к выполнению воинского долга в операции объединенных сил. Зам. военкома еще раз напомнил правила призыва. Не дожидаясь, принесут ему повестку или не принесут, будет он по адресу прописки или где-то отсутствует, он обязан в 10-дневный срок с начала призывной кампании явиться в районный военный комиссариат. То есть с 1 октября двери военного комиссариата открыты для вас, с понедельника по пятницу включительно. Также хочу напомнить руководителям предприятий все формы собственности, где работают призывники достижения 20-летнего возраста. По действующему законодательству вы обязаны сообщить о таком работнике военный комиссариат. С началом призывной кампании вы не имеете права уволить его с работы даже по его собственному желанию, не уведомив военный комиссариат. Молодые люди, которые проходят срочную службу, имеют право на социальный пакет. За юношей, который ушел служить на срочную службу, сохраняется его рабочее место и средняя заработная плата. По убытию войска, буквально в первый же день, он или по его решению кто-то из членов семьи получает единовременное денежное пособие в размере двух минимальных прожиточных минимумов, то есть более 3000 гривен. Во время службы военнослужащие и срочные службы пользуются полным социальным пакетом, как любой военнослужащий. Это бесплатное обмундирование, питание, медицинское обслуживание, право на отпуск. В течение полтора лет службы военнослужащие обязательно убывают в отпуск домой на 20 дней. Законодательство с каждым днем совершенствуется. С этого года очень сильно почувствовали изменения строгости закона на себе злостные неплательщики алиментов. Они уже не могут приобрести автомобиль, зарегистрировать его, пересечь границу. У них большие проблемы при устройстве на работу и многое другое. Точно так же будет усилена ответственность и за уклонение от воинской службы.